У каждого из нас есть свои любимые фирмы, которые производят продукцию для нас аквариумистов. Это не только оборудование, но и корма, и сами аквариумы. В этом видео узнаете, какими фирмами пользуется большинство аквариумистов. Вы видим топ-2. Два гиганта, которые вызывают доверие. Но это еще не все. Затронем и менее популярные фирмы. И именно с менее популярных фирм мы и начнем. Наверняка многие из вас задумались о том, где я взял информацию. Из чего вдруг я решил, какие фирмы самые популярные. Нет, мне не слили статистику продавцы в аквасалонах и зоомагазинах. Мне не попали в руки секретные документы. Я и мои коллеги просто разместили опрос, в котором приняли участие 573 человека. И основываясь на этом, можно сделать выводы и выделить лучших. Самой непопулярной фирмой из заявленных оказался Аквадизайн Амана. Или просто Ада. Или ADA. Японский производитель из 573 человек. Этой продукцией пользуется лишь 2%. 13 человек. Не буду скрывать своего удивления, ведь практически каждый опытный аквариумист знает эту легендарную фирму. Девиз которой «Учимся у природы». Основал компанию великий Такаши Амана в 1980 году, когда ему было 26 лет. Начиная с 1992 года, компания выпустила множество стильных инновационных продуктов для растительных композиций в аквариумах. Однако цены на эту продукцию заоплачные по меркам среднестатистического российского аквариумиста. И далеко не каждый может себе позволить их продукцию. К примеру, внешний фильтр Superjet Filter ES2400EX2 стоит 229 тысяч российских рублей. А питательный грунт PowerSand Basic 6 литров обойдется в 4700 рублей. Наверняка именно из-за ценовой категории так мало поклонников этой фирмы. 8%, а это 43 человека проголосовали за фирму Sierra. Джосеф Равнак основал компанию в 1970 году. Первое время он работал самостоятельно в качестве единственного работника на предприятии с одним человеком. И постепенно, шаг за шагом, превратил свое детище в ведущего посовщика продукции для аквариумов. В 1980 по 1990 годах компания Sierra добавила в ассортимент оборудование и аксессуары, такие как фильтры и фильтрующие материалы, измерители параметров воды, системы освещения, а также аквариумные нагреватели. Однако, на мой взгляд, самый ходовой товар в нашей стране у компании Sierra это продукты по уходу за аквариумом, различные лечебные средства и корма для аквариумных обитателей. Ассортимент кормов всегда был основой бизнес-сегмента. 64 человека, или 11%, проголосовали за компанию JBL, история которой началась в 1960 году с небольшого зоомагазина в городе Людвигсхаффен. Его открыл Иоахим Беоми, квалифицированный химик-специалист по жукам и аквариумист из Дрездена. Таким образом, превратив свое влечение в профессию. Однажды он разработал лекарство от Ихтиофтириуса, или, как мы часто говорим, от Манки, под названием Пунктол, который, кстати говоря, можно найти и сегодня. Чтобы представить препарат на рынке, ему нужен был бренд, который получился из инциалов, JBL, то есть Иоахим Беоми, и тогдашнего места расположения, Людвигсхаффен. У компании JBL собственный научно-исследовательский центр с опытными учеными. Ежегодно компания организует исследовательские экспедиции в районы, откуда родом обитатели аквариума. И террариума, кстати, тоже. Чтобы получить информацию из первых рук. 19% или 110 человек заявили о том, что пользуются разными фирмами и менее известными, в общем, другими, которые не попали в список. Это те фирмы, которым, возможно, еще только предстоит стать популярными и попасть в новый топ. Ну а теперь давайте перейдем к фирмам-гигантам, которые давно завоевали доверие и считаются самыми крутыми. Достойное второе место в топе занимает компания Акваэль. За эту компанию проголосовало 219 участников опроса, то есть 38%. Продукция производится в Польше. Фирма основана в 1984 году. Все началось с аэраторов, но уже в 1990 году на рынке появились внутренние фильтры. На сегодняшний день в перечне выпускаемой продукции аквариумы и тумбы, готовые аквариумные наборы, освещение, внешние и внутренние фильтры, обогреватели, компрессоры, помпы, устерилизаторы, всевозможные наполнители для внешнего фильтра, декорации и грунт, различные препараты для воды и даже корма. Замечу, что компания выпускает продукцию и для морских аквариумов, а ассортимент изделий постоянно расширяется. Продукция Акваэль продается в более 100 странах мира, на шести континентах. С каждым годом они осваивают все новые рынки, систематически увеличивая число торговых партнеров. Изделия марки Акваэль регулярно получают престижные международные награды. Кстати говоря, я лично встречался с создателем компании, пан Януш. Периодически бывает в России. Это улыбчивый и отзывчивый человек. Желаю компании новых достижений и еще много лет быть лидером на российском рынке. Почетное первое место досталось компании «Тетра». В опросе компания «Тетра» набрала 41%. 234 человека из 573 проголосовало именно за компанию «Тетра». История этой компании началась в далеком 1951 году. Но в то время она называлась «Траппинхаус». Основал и зарегистрировал компанию «Уиллерих Бенш» в Ганновере. Позднее компанию переименовали во всем нам известное название «Тетра». В 1953-м Бенш основал лабораторию «Биомин», где смог тестировать и далее развивать свои продукты. За это время он предоставил рынку множество инноваций и даже подал заявки на несколько патентов. В начале 1970-х годов производство было расширено. Тогда же состоялась первая экспедиция «Тетра» на Амазонку. В 1974-м году компания была продана американской группе «Уорнер Ламберт», тем самым сделав первый шаг глобализации. Сегодня компания «Тетра» обладает уникальным количеством патентов на продукцию, технологии и процессы производства. Имеет представительство в более 90 странах мира. Компания предлагает полный ассортимент кормов, кондиционеров, средств по уходу за растениями, оборудование и медикаментов. Для гарантии долгосрочного развития качества и ноу-хау «Тетра» в своей работе руководствуется девизом «Тетра под водой впереди всех». Поздравляю компания «Тетра» с первым местом в ТОПе. Зажигайте новые звезды и продолжайте радовать аквариумистов новинками. У меня лично пока нет самой любимой компании. Возможно, все еще впереди. Мне что-то нравится у «Тетры», что-то у «Акваэля», что-то у менее известных и популярных производителей. Но с тем, что первое и второе место заняли именно эти компании, полностью согласен. А вот и результат голосования, на которых основывался этот ТОП. В группе ВК «Параквариумистика» частенько проходят различного рода опросы. Ссылку на группу можно найти в описании под этим видео. Буду рад, если в подобных опросах каждый из вас поделится своим мнением. Напишите в комментариях, какими брендами пользуетесь лично вы и какие производители вас разочаровали и почему. Если наберется достаточное количество комментариев с худшими производителями, то я буду вынужден сделать видео антитоп. Такого еще никто не делал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok